Всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему Ник, мы продолжаем играть в различные Android-игрушки и возвращаемся в Hearthstone, проходить последнее пятое крыло, секретная лаборатория. Да, как вы видите, у меня здесь один из четыре, дело в том, что... Дело в том, что я уже начинал записывать этот видеоролик, но у меня очень прервались, спустя где-то 45 минут. И да, за 45 минут, ну ладно, может я наврал, может не 45, но где-то 35-40 минут я пытался пройти первое крыло, первую миссию, и у меня это не получилось, серьезно, я просто 45 минут парился. Я думал, показывать вам это или нет, решил, что ну нафиг это. Вам будет не очень интересно смотреть, как я пытаюсь пройти одну и ту же миссию больше 45 минут, серьезно. Так что давайте попробуем сделать вот так вот, то есть пройти заново. Я сразу сделаю вот так, поставлю вот этих пацанов. Опс, я нафейлил, заново, пожалуйста. Надо было сначала этого пацана поставить просто. Давайте. Берем эту хрень, потом ставим вот этого пацана. И дальше думаем, как нам поступить в данном случае. Наверное, как-то вот так. Окей. Че дальше? Я вот думаю. Надо берсерка ставить, по сути. Такс, хорошо. Че теперь? Теперь надо бы здесь вихрь кастануть, скорее всего, но это не точно. Давайте вихрь ее сделаем. Посмотрим, сколько наш берсерк получит атаки. Ну, 7. 7 атаки должен получить он. Изи, молодец. Че теперь? Теперь нам нужно как можно больше раз удариться в нашего слизняка. Как же это сделать? Че вообще этот чувак делает? Когда призывает существо с атакой 3 или меньше, оно получает рывок, сам он рывком не действует. Окей, я вас понял. Как же тут мы можем размножить наших пацанов? Я вот думаю над этим. Угу. Что если мы используем... Убьем вот тебя? Нафиг ты нам нужен? Уже. А хотя не, блин, он нам нужен. Потому что если будут новые завсегдотаи появляться, они будут появляться без рывка. Так что давайте переиграем. Это я нафейлил здесь, конечно. Сделаем все точно так же. Да, 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 да. Так, 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 так. Так, теперь вихрь, пожалуйста. И начнем чистить сейчас досочку нашу от пацанов. Пацанов. Давайте тебя выкинем. Тебя избавимся. И сейчас у нас выйдет этот слезняк. Давай слезнячок. Ага. Теперь что делаем? Три атаки плюс три атаки. Можно еще сделать вот так вот. Получим еще один рывок. И сколько у нас урона получается? Три, 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 три. И нам не хватает, да, одного урона не хватает для того, чтобы вальнуть босса. Значит, что-то мы делаем не так. Что мы делаем не так, понятия не имею. Давайте попробуем сделать тогда вот таким способом. Мы сделаем почти все то же самое. Но сделаем это немножечко в другой... Так, стоп. Секира, да, секира обновилась. Пацанов, пожалуйста. Вот так. Так, может сейчас использовать вихрь? Или после того, как... Не, нужно сейчас использовать вихрь, скорее всего. Вихрь, пожалуйста. Замурчательно. Давайте вот так. Тикс. Теперь, теперь что у нас? Наверное, вот так вот стоит поступить здесь? Или нет? Нет, не так. Давайте заспаем еще одного пацана. Угу. И у нас все равно не хватает, получается, да? То есть, если мы сейчас всеми пойдем в атаку... Да, у меня еще больше не хватает, даже больше, чем в прошлый раз. Я могу, конечно, сделать вот так, вот еще дать ему атаки как бы. Но все равно, все равно два тогда, минус два будет. Видимо, я сделал что-то не так. Надо переиграть. Давайте переиграем. Да-да-да, я тебя понял, пацан. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Что если я сделаю вот так? Попробуем сделать все очень просто, просто максимально просто. Вот таким образом. И потратим одного пацана на удар. Вот так вот. Ну, нам вроде опять же не хватает, да, урона, как я понимаю? Сколько нам не хватает? Нам не хватает в этот раз целых 7 урона. Нет, это не наш вариант. Окей, я понял вас. Как можно заспамить дофига народу? Как можно я... Как я могу заспамить на стол... Сколько получается? Угу, угу. Не знаю даже, как тут поступить правильно. Блин, на какие я нафейлил? Окей, заново. Здесь надо полный стол как-то заспамить. Как это сделать, я, честно говоря, не знаю. Нужен ли тут вообще вот укус смерти? Мне кажется, что нет, но тем не менее, может быть и нужен. Черт его знает. Но вот этих двух пацанов 100% надо. Это как ни крути. Угу. А если мы ставим этих двух пацанов, то значит вихрь... Точнее, вот у укус смерти нам уже не хватает. Вот в чем загвозточка-то. Потому что разбить это оружие с вами мы уже никак не сможем. Можем разве что взять секиру и начать бахать вот этих вот корсаров. И в итоге у нас хватит на все карты, но тем не менее. Я вот подумал, а что если я сделаю что-то вроде... Такой темы. Вот так сделаю. Да, это глупо, конечно, но тем не менее. Мне просто интересно, завсегдатай второй появится или нет. Не должен, по сути. По сути, не должен. Да, смотрите, он не появился. Да, тогда фейл. Фейл. Дубль 97. Или какой там уже. Так, сюда, сюда. Секирку. Пацанов. Давайте вот мощный удар сюда зарядим. Хотя, в принципе, без разницы. Только как не поступишь, в принципе, пофигу. Такс. Размен один. Размен номер два. Так, 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 так. И мне опять не хватает, да, как я понимаю? Три урона. И что делать, я не знаю. Вот над этим я парился 40 минут. Ну, где-то 35-45 минут. И не мог, короче, никак это пройти. Я до сих пор не понимаю, как же это проходить. У меня такое ощущение, что я где-то очень жестко туплю. Но вот где именно, я не знаю. Угу. Нужно как можно больше заспамить чуваков на стол. Это как ни крути. Прежде чем делать вихрь. То есть, вихрь нужно делать сразу на весь стол. Желательно. Угу. Теперь спрашивается, куда же мне мощный удар девать. Может быть, его не стоит никуда девать. Может, стоит размениваться с вот этим вот пузиком. Да черт его знает. Даже и не знаю, как тут стоит поступить. Ну, давайте попробуем сделать что-нибудь вроде того. Эти пацаны нам все равно не нужны, поэтому их можно спокойно слить. Дальше. Что здесь? У нас здесь 9 и 29. Плюс, ну, очень мало урона, мало урона. Этого нам точно не хватит. Поэтому мы должны как-то сделать здесь по-особенному. Что-то вроде того. Сейчас появится еще один пацан. Делаем так. И, по-моему, мне все равно не хватает. Немножечко, но не хватает, да? Где-то одного урона, двух урона, где-то так. То есть, 4 засекдотая у меня бьют. Я бью в морду и бьет берсерк. И одного урона не хватает, потому что не хватает одного существа. Да, интересная тема, интересно. Жестко, жестко, блин. Я никак не могу понять, как же это все-таки вырулить-то. Да-да-да, забавно, конечно. Давайте попробуем тогда сделать вот так вот. Попробуем сделать именно на пятерых только вихрь. Вот таким вот методом. Чтобы у нас сразу два засекдотая заспамилась в самом начале. Теперь уже будем разбивать пацанов. Первым делом разобьем пирата. Вторым делом разобьем, наверное... Можно, кстати, сейчас удар кинуть в этого. Мощный удар в этого чувака. Это будет у нас... Та-та, та-та. Потом еще три урона. Не-не-не, это будет фигня, по-моему. Здесь надо размениваться. Вот этим пацаном. Так, а вот сейчас стоит ли мощный удар кидать? Если я кину, в общем-то, мощный удар, у меня будет достаточно мало урона. Мне этого будет недостаточно. А если я сделаю вот так, в принципе, норм. Могу еще сделать одного заспамить, парня. Да-да-да. И мне все равно не хватает. Теперь только два урона не хватает целых. А не одного. Окей, попробуем еще раз. Так, так. Попытаемся сделать теперь вот так вот. Попытаемся сразу же разменять корсара одного. Вот таким образом. Теперь уже жахнуть вот этой штукой. Угу, хорошо. Размениваем второго корсара. Теперь мы, наверное, как сделаем дальше-то. Надо, наверное, еще бахнуть вот так вот. Так, хорошо. Точнее, ничего хорошего-то и нету. Нам опять, по-моему, не хватает урона. Обида. Ну, давайте вот пойдем вот этими всеми, в принципе, что еще куда-то идти-то ими. Ну, допустим, в тебя там ударим, но мне все равно, опять же, не хватает, да? И мне все равно не хватает двух урона. И как это пройти? Черт его голову сломит. Серьезно, я не могу найти решение данной головоломки. Это просто жесть. Это нереальная какая-то жесть. Укус смерти. Может ли он здесь помочь? Допустим, если я экипирую... Экипирую укус смерти. Я могу разыграть этих пацанов, я могу разыграть этих пацанов, я могу, в принципе, вот эти четыре карты разыграть, и все. Но, это не идет. Значит, нужно от чего-то отказываться. Либо от разъяреного берсерка, что достаточно странно, либо от суперсолдата. Ну, от разъяреного берсерка точно можно отказаться? Нет, на самом деле. Вот от солдата никак нельзя отказываться. То есть, нужно будет именно делать вот так. Ну, давайте поставим еще вот этих двух пацанов. Допустим, сейчас мы жахаем вихрь, да? Допустим, жахнули вихрь. От этих двух парней можно избавиться. Допустим, дальше мы берем секиру. На самом деле не уверен. Допустим, мы ударимся сюда вот этой штукой и берем секиру. Ну, без берсерка Разверенного вообще никак не проканает, потому что, ну, тупо урона не хватает. То есть, да, она мне много на урона на столе получается. Но у меня целых минус 14 дамагей. 14 дамагей это вам не хухры-мухры. Значит, как-то не так. Да вообще жесть какая-то, блин. Блин, ты мне такие головоломки загадываешь, что просто вообще умереть можно. Наносит два. Если оно выживет, вы берете карту. Но у меня ни одно существо не выживает. Вот в чем вопрос-то. Проблема, точнее. Ой, жесть-то какая. Ну, давай секирку берем. Ставим вот этого пацана. Как минимум одного надо точно ставить. Дальше нужно... Можно ли мы... Можем ли мы как-то... Да, можем. То есть, если мы сделаем вот так... Ну, к примеру. Да. То мы можем заспамить вот так вот, по сути. Пацана. Также мы можем заспамить вот так пацана. Теперь мы можем пойти в атаку, в принципе, вот этим пацаном. И заспамить еще пацанов. Но, блин, они не появляются, потому что они были позже призваны. Да, и у нас все равно идет очень мало урона. Не хватает. Целых двух не хватает. Но мне кажется, что мы почти с вами сделали все как нужно было. Но что-то не так. Что-то не так. Да-да-да-да-да, пацан, как скажешь. Давай попробуем еще раз. Два урона. Может быть, не два урона нужно вносить? Может, надо вот в этого парня вносить два урона? Как ни крути. Вот так сделаем, так сделаем. Одного пацана пожертвуем. Здесь сразу же набафаем двоих. Но, по-моему, я так уже делал. Я так уже делал, и вроде у меня не особо что-то там бы получилось. Получилось. Так. Если я сейчас солью с руки, сколько у меня будет урона? 15 урона плюс 12 урона. 27. Этого далеко не хватит. Мне нужно будет еще 5 урона найти. Если я солью сейчас существа, допустим, с 3-1, да, то у нас будет, ну, так, 3 на 4, 12. 12 плюс 13, это 25. И с руки 3, 28 урона, и 4 в минус будет. И как это пройти? Да черт его бы знал. Ну, давайте попробуем сделать как-нибудь что-то вроде вот этого. Нет, нет, это не вариант. Нам много не хватает еще. Много. Целк 4 урона. Ладно, дубль 2. Если нет смысла кидать вот именно мощный удар в что-нибудь другое, надо подумать еще. Такс. Опять я нафейлил, окей. Все время забываю правильную последовательность. Да-да-да, с твоим никчемным интеллектом, правильный чувак. Такс. Так, как бы тут так поинтереснее разыграть-то все. Если бы мощный удар появлялся всегда тая, но они под вас здоровье, поэтому так сделать-то не очень-то и просто. Давайте попробуем удариться одним вот этим пацаном сюда, а дальше думать будем. Может быть, сейчас нужно дать вихрь? В принципе, это резонно, но не совсем. Интересно, кстати, получается. Что если я дам сейчас вихрь? Такс. Смотрите, я даю сейчас вихрь, да? При этом я начинаю бомбить вот этого пацана. Разбираю его с руки. И у меня идет целых 6 существ в атаке. То есть 4 за всегда тая, пират и еще берсерк. Нет, этого все равно недостаточно. Этого недостаточно. Недостаточно. Черт. Окей. Так, надо подумать. Наверное, минут 20 с вами сидим и пытаемся решить одну загадку, блин. И ты учитывая, что я еще до этого минут 40 сидел. Вот это капец. Вот это я понимаю, капец полный. Так. Может, здесь какой-то, блин, странный такой ход должен быть. Давайте попробуем сразу вот так вот на 5 существ вначале сделать. Все сюда. Да-да-да. Это я все понял. И здесь надо теперь по 2 существа выносить. Вот так сделаем, к примеру. Теперь сделаем вот так. Так. Отлично. Дальше что у нас? А дальше у нас следующее. Давайте вот так сделаем. Поставим этого пацана. Можно еще, допустим, своего кинуть. И попытаемся еще раз заразить. Нет, не хватает. Зараза, не хватает, блин. Вот как ты, блин, вот как ты не крути, блин, все время одного-двух урона не хватает. Я не знаю, как это решить реально. Я уже задолбался это, блин. Угадывать, блин, как кто-то пройти, блин, нафиг надо. Это просто потому, что это просто жесть какая-то. Это нереальная жесть. Я отвечаю. Так, опять я нафейлил. Окей, давайте заново. Это просто, ну, супер нереально. Серьезно. Давай вот так, вот так. Теперь этих пацанов. Давайте попробуем сделать что-то вроде того. То есть вот прямо сейчас начнем вихрить. Да, мы сделаем только одного пацана, вот этого нашего, но зато по всем нанесем урон. Давайте избавимся от одного из корсаров, наверное. Я еще не уверен. Ну, от одного точно надо избавляться. От одного-то 100%. Хотя, что тут, блин, в принципе-то, какая разница? Давайте сюда кидаем эту тему. Заспаем еще одного чувака. Этот чувак ударится еще в слизень, заспамит еще одного чувака. Остальное все отправляем в лицо. Естественно, нам не хватит, да? Я угадал. И да, мне не хватает. Но у меня появилась небольшая идейка насчет того, что надо все-таки с руки забирать последнее существо. Либо перед этим атаковать с руки. Потому что если я могу сделать вот так вот, смотрите. Пацана. Пацана. Так. Пацана. Нет, стоп. Сначала секиру, потом пацана. Дальше что мы делаем? Ну, я не знаю, нужно ли мощный удар отдавать. Вот то, что надо отдавать вихрь, это дело. Это тема. Как вот только это делать правильнее? Видимо, стоит это сделать в начале на пять существ. В принципе, без разницы последовательности. А какая разница? Какая? Ну вот, мы заспамили кучу народа. Все дела. Теперь мы можем сделать что-то вроде вот этого. Да? Пихаем сюда. Теперь мы забираем, собственно говоря... По-моему, я что-то не так сделал. Да, давайте переиграем. Я, по-моему, нафейлил. Хотя, вроде и не нафейлил. Попробуем еще раз, только чуть-чуть-чуть по-другому. Пацанов, пацанов, секиру, пацана, вихрь. Нет, стоп, вихрь не надо пока. Сначала делаем вот эту тему. Потом забираем вот так вот. Да? Или нет? Или все-таки через Корсара, я думаю, как правильно здесь сделать. Давайте через Корсара заберем. Побольше получат атаки. Теперь я поставлю второго Корсара и уже вихрину сейчас именно. Вихрину. Опять я что-то сделал не так, да? 11, 12 у него будет. 12 плюс 15 не равно 32. Серьезно, не равно, блин. Ну, допустим, если даже делаем вот так вот с вами, нам не хватает опять же, да? Сколько не хватает? 4, целых 4. Серьезно, где мне столько найти? Мне кажется, я где-то топчусь на месте. Может, я вообще что-то не так делаю? Вообще, вот серьезно, вообще что-то, блин, супер-мега не так делаю? Да, 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 да. Так. Давай попробуем сделать что-нибудь типа такого. Такс. Попробуем забрать его с руки. Так, хорошо. Нет, на самом деле ничего хорошего. Можем сделать вот так теперь. О, супер-план, короче. Теперь ставим Корсара. Не, это не сработало немножко. Ну, окей. Все равно на 7 существ всего идет. Атака. Угу. Навались, навались. Но, блин, этого недостаточно. Еще бы 3 урончика. Хотя нет, даже 3 урончика бы еще не спасло ничего. О-о-о-о. Как скажешь, чувак. Сейчас пройдем. На самом деле, я чуть не очень уверен в этом. Так. Как же бы тут поступить? А фиг его знает, как говорится. Что если я сделаю вообще что-то вроде того? Теперь вот так. Да, не хватает. Зараза. Угу. Не хватает. Дофига причем не хватает. 7 очков в этот раз. Это просто жесть. Как это пройти? Ну, серьезно, игра. Ты мне даже не даешь ни малейшей подсказки на то, как я должен это пройти. Я уже задолбался. Я серьезно. Я сижу над одной, над первой головоломкой уже около часа. И это просто жесть какая-то. Это просто какая-то супер-мега-нереальная жесть, которую я не знаю, как решить. Возможно, тут и правда не через разъяреного берсерка, но тогда я не знаю, как. Так, это же просто тогда какая-то жесть нереальная получается. Разве нет? Да. Давайте попробуем сделать что-нибудь вообще жесткое. В стиле вот так вот. Давай, спайм. Спайм свою дичь. Так, хорошо. Теперь что дальше? Так, так. О, а что если сделать вот так вот сейчас? Смотрите. Наносим вот сюда вот пацану урон. Так, ты один идешь сюда. Такс. А, хотя не очень-то и хорошо все получается. Точнее, совсем ничего хорошего-то и не получается. Дальше если ставим еще Корсара. Здесь разбиваем, к примеру, лицом. У нас идет сразу 6 существа даже. Но урона-то не хватит, потому что берсерк слабо прокачен. У нас еще целых 5 урона не хватило. Да. Я не знаю, как это пройти. Я уже реально... Так, я вот сейчас... Вне записи подумаю, потому что, ну реально, я не хочу записывать серьезно, как я 45 минут буду решать. Я уже, наверное, 45 минут решаю. Ну, короче, не слишком долго я не буду... Не хочу запись просто показывать вам, как я час сижу и думаю. Я вот подумаю в одиночестве немножечко. И как только я найду решение, я вернусь. После того, как я сидел, немножечко подумал... Мне кажется, что... Ладно, попробуем мы еще раз. Потому что не на запись что-то, я вообще туплю, у меня ничего не получается. Окей. Давайте попробуем сделать так. Первым делом вас двоих. Ну это 100 вопросов. Ну как еще? Так, хорошо. Попробуем поставить сразу же... Да господи, как сколько я могу фейлить? Заново. Начнем с того, что пираты... Пираты. Они занимают место на столе. Они мешают завсегдотаем появляться. Ммм. Так что их надо выкинуть с самого начала. Оружием бить с самого начала Слизнюка нельзя. Потому... Почему? Потому что... А? Правильно. Нет. Потому что когда мы бьем Слизняка с самого начала оружием, что происходит? Да. Ну не Слизняка, а вот этого поганища, я имею ввиду. Потому что когда мы бьем Слизняка, мы получаем только один урон, а нам надо два урона, поэтому... Давайте избавимся от пиратов. Я еще не пробовал следующий вариант. Что если я сделаю что-то вроде вот того? Так. Угу. Три. Плюс три. Этот умрет. Получим с вами два завсегдотая. Будет шесть существ на столе. У этого будет пять на два. Нет, просто пять. Тринадцать. Атаки будет у него еще три. Ладно, давайте кинем вихрь, посмотрим, что будет. В принципе, я не вижу сейчас смысл ставить еще одного завсегдотая, хотя это я могу сделать. Сейчас будет, короче, семь существ на столе, но одно умрет. Так, теперь у нас семь существ на столе. Теперь мы можем, в принципе, размножить еще одно завсегдотая. У нас будет шесть атаки, шесть дамагеров на столе. Три. 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 Снова идет шесть существ атаку. Но мне опять же не хватает, да? А нет, стоп, подождите, мне хватает? Я же все сделал точно так же, как я делал раньше, нет? То есть серьезно именно вот того, что вихрь надо использовать не на... Я думал, либо вихрь надо использовать на шесть, либо на семь. Я не знал, что если использовать его на пять, то это сканает. Серьезно? То есть если я использую вихрь на пять, и это прокатит? Господи, какой я тупой, а? Какой я тупой. Какой же я тупой, серьезно? Я сидел так долго, оказывается, все было настолько просто. Серьезная игра? Что это за хрень? Как после того, как существует урон, он не выживает, она меняет сторону предсмертных хрип и уничтожает вашего героя. Окей, я понял вас. Здесь мне нужен ты. Давай. Что это за карта? Она располняет все пустые. Окей. Занятно. Давай, давай. Давай, я хочу тебя бафнуть. Первым делом, почему бы и нет. Так, хорошо. Дальше что у нас? Наверное, бафнем тебе двойное здоровье. Дальше. Что дальше? Можем 6 ей сделать. 6. 1. 2. Не знаю. Ну давайте выстрелим в нее. Не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, но окей. Не знаю, зачем тут круг исцеления вообще, но окей. Так делаем. Ставим учительницу. Ставим вот это чувака. Давайте бафаем осквернение. Баф. 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 Серьезно, у меня убил? Ну ты прям гений. Чувак, ты просто гений. Я с тебя офигеваю. Это было жестко, конечно. Да. Тогда я сделаю следующее. Давай сделаем вот так. Первым делом мы начнем, короче, с того же самого, что мы и делали с вами. А что мы делали, я не помню. Ага, ага, ага. Четыре здоровья, две единицы урона. Я нанес вот ему две единицы урона, я помню это точно. Такс. Так, я его забафал, потом я удвоил ему здоровье. Да, вот так вот я сделал. Хотя, по сути, это не обязательно. Это совсем не обязательно. Давайте вот так вот сделаем еще раз. Я сейчас сделаю просто чуть-чуть по-другому все. Я просто бахну осквернение лишнее. Вот так вот. Теперь я понаспамлю вот этой дичи. И еще раз осквернение. Посмотрим, что произойдет. Должно, в принципе, все в шоколаде быть. Но это не точно. Вот так пошло. Да, не-не-не, он почему-то меня убил, потому что я все-таки был на его стороне. Окей. Жестко. Да нет, ничего сложного на самом деле. В принципе, тут все просто. Можно бафнуть этот механизм, кстати, забавно было бы. Но это будет слишком уж жестко. Давай сюда. Стоп, я, кажется, я понимаю. Стоп, заново. Кажется, я допер. Не, я не совсем уверен в этом. Но, кажется, я допер. Давайте отхилим. Отхилимся первым делом. Угу. Теперь давайте бафаем уже этого пацана. Баф сюда. Будем бить этот механизм или нет? Вот в чем вопрос. По сути, смысла-то так как такового я не вижу в этом. Ну, давайте бафнем. Теперь восполним кристаллы маны. Ставим эту женщину. Ставим пауков. Бафаем осквернение. Допустим. И опять он меня убивает, да? Опять он меня убивает. А все в прикол в том, что сколько бы я ни на силам урона, он... Да. Видимо, нельзя все-таки божественный огонь в него кидать. Ладно, попробуем кинуть своего божественный огонь. То есть, начнем мы то же самое. То есть, пиромант восстанавливает здоровье. Бафаем сюда. Попробуем сделать вот так вот. То есть, мы не будем бафать механизм, а бафнем вот... Эту... Два урона прямо вот в нашего пироманта. И сделаем остальное все то же самое. Шесть, четыре. Все дела. Что если вообще вот сейчас с пользой мне нормально будет все? Вроде уже закончился матч. Опять меня убило или что вообще? Окейс. А, все. Изи. Найс. Ну да, как я и думал, в принципе, это было достаточно просто. Это гораздо проще, чем первое было испытание. Для меня, по крайней мере. Окей. Что у нас дальше? Два клирика, Сильвана и... Северодомский синдром. Что здесь надо сделать? Здесь надо... Я забыл. А что надо сделать? Смерти. Убить вроде героя. А как я убью у него 435 хп? Ну, давайте думать. Значит, нам нужно как-то забафать. Замешивает колоду. У меня есть какая-то одна карта. Я хочу посмотреть, что это у нас за карта. Восстанавливает полностью ману. Вы меняетесь с существами, с противником. Нормальная тема. Ты хилишь. Все дела. Вы передаете ваше выбранное существо противнику. Все дела. Можно заставить его дровать карты, чтобы он просто офигел от того, насколько много карт его дровается. Но для этого надо сначала раскопировать как можно больше существ. Замешивает 3 копии вашего выбранного существа в колоду. Так. Ой, блин. Я не того персонажа взял. Как можно взять карты? Их можно взять вот этой штукой. Вы передаете это не то. То есть я могу добрать карты только одним способом, да? Ну, либо сам, знаете, клирика использовать своего. Тоже тема. Давайте так. Давайте так. Посмотрим, что там у меня за карта. Перомантик. Забавно, кстати. Давайте замешаем клириков. Так. Могу я как-то сейчас нанести урон? Да, в принципе, могу. Могу всех убить нафиг. Но это не то, что мне нужно, правда. Могу поменяться с существами с противником. Отхилиться немножко. Все дела. Сейчас бы какое-нибудь заклинание использовать. Мы меняйте существами. Ага, пиромант, значит, не сработал в такой ситуации. Ну, окей. Странно, почему сначала срабатывает заклинание, а потом только... А потом пиромант, короче, не срабатывает. Ну, не знаю, может быть и правильно. Господи, вот это вот реально. Это просто мозгодробительно как-то, я не знаю. На, получай, короче. Хотя, наверное, надо было все-таки существо противника. Давай сюда вот этих карт. Пироманта надо добрать как-то. Давайте существо противника. Так. Подождите. Нет, я не то сделал. Окей. Надо сначала добрать этого пироманта, а потом уже всякую дичь творить. Давай, на свое хочу. Берем пироманта. Замешиваем клириков. Они нам пригодятся. Дальше что мы делаем? Я думаю, кинайская жрица здесь вообще нафиг не нужна. Хотя не точно. Далеко не точно. Дальше. Ооо, какое же здесь надо использовать заклинание. Какое-то такое заклинание, не знаю, существо. Чтоб себя отхилить, а то мы умрем сейчас. А, нет, пироман же не наносит нам урон. Точно. Как-то так. Теперь отхиливаем все. Окей. Он тоже получил пару карт, как я заметил. Так, так, так. Мне главное не получить сейчас достаточно урона. Да, блин, капец. Что за жесть-то такая происходит? Окей. Это жестко. Это жестко. Надо как-то избавиться вот от этого клирика. Но он нам вообще не нужен. Вот вообще. От слова вообще. Наверное, здесь нужно сделать что-то вроде того. Есть, нужно какое-то заклинание использовать. Давайте вот так вот сделаем. Чтобы стол подчистить слегка. Клирик. Под контроль противнику. Меняйте с существами. Но это все не то, да? Это не то. То есть даже если я его сейчас отхилю, я отхилю его на немножко совсем. Все, я продамажу. Семь. Но он мало урона получит. Да, маловато будет. Круг исцеления желательно бы оставить, как дополнительное заклинание. Да, да. Давайте свое существо, конечно же, бафаем. Не его. Здесь ставим пиру. Вы передаете существо противнику. Все дела. Так, хорошо. Шо тут надо-це делать? Угу. Интересно, интересно. Зачем я бафнул свое существо? А, да. Вспомнил. Теперь надо замешать 100%. Так, отхил сюда идет. Давай так попробуем. Если я сейчас поставлю вот этого пацана, нормально будет же все? Да, он немножко карда берет, получается. Я доберу 4 карты. 4 карты. Это будет мне минус 1 фатига. 1, 2, 3, и 1 фатига мне еще. Больно, но нормально. Он получает еще 4. Теперь надо как-то избавиться от этого. Вот что теперь я не могу сделать. Так это... Давайте сюда. Теперь восстанавливаем ману. Пирамант у нас убивает одно существо. И что-то я сделал не так, да? Хотя не, я могу сейчас передать ему существо какое-нибудь. Допустим, тебя. Давай, убивай весь мой стол, пожалуйста. На. 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 Восстанавливай 4 единицы здоровья всем. Так. Хм, интересно. Не хватает, не хватает. Слишком мало. То есть даже если я сейчас отхилю всех вообще. Во-первых, я заберу несколько карт. Мне сколько фатига будет? На 3 мне будет фатиг. На 3 это получается 1, 2, 3. Ну, в принципе, я выживаю как бы. Потому что я получаю не так много урона. Так. А он-то будет по 3 каждым. Каждым клириком по 3 урона получать. А, почему у меня минус 2? Я же только 3 существа стилил, нет? Почему не минус так много урона? Жестко. Ну, ладно. Окей. Сильвану тут точно надо как-то бафать, чтобы она... Так. Ну, вот это вот, я думаю, в самом начале самый такой первый верный ход. Также надо замешать копии клириков 100%. Вот что делать с Аукинайкой, ума не приложу, честно. Давайте, может, ее просто поставить, посмотреть, что с ней будет. Нет, тогда я хилить не могу. Если я ставлю Аукинайку, я не могу хилить. Я могу передать ее противнику. Кстати, неплохая идея. То есть я сейчас вот делаю так. Нет, подождите. Надо как-то по-другому поступить. Давайте Сильвану убьем. Я могу сейчас передать Сильвану... Ну, восстановим ману первым делом. Сейчас у нас этот чувак натворит делов. Так, хорошо. Дальше что у нас? Дальше нам надо добирать карты каким-то образом. Передать существо противнику. Какое существо я хочу передать? А Аукинайку я хотел передать. Допустим, так. Окей. Теперь я должен как-то добрать карт себе. Три штуки. Я могу, в принципе, добрать себе четыре карты, но мне надо похиляться для этого для начала. Хотя не, нормально пойдет. Давай грипп. Так, по-моему, я сделал опять что-то не так. Окей. Да, я что-то сделал не так. Это Аукинайка мне заруинило, по-моему, все. Хотя не факт. Далеко не факт. То есть я могу сделать сейчас вот так. Вот так. Теперь я могу обмен сделать. Сделать что-то вроде... Я могу убить кого-нибудь. То есть я могу сейчас... Я могу убить себя. Вот в чем я могу сделать, кстати. Поэтому давайте я лучше сделаю как-нибудь вот так вот. А, я не могу похилить никого, зараза! Потому что у меня Аукинайка стоит. Вот ты противная женщина, а? Заново. Окей. Это что-то, блин, с чем-то. Это что-то нереально жесткое. Зачем здесь Аукинайка, конечно, для меня сложный вопрос. Такой вопрос. И эти задания, это что-то нереальное. Это реально что-то с чем-то. Ну ладно, давайте идем как по нашей старой доброй схеме. Можно, конечно, просто передать ему вот это вот... Как его... Вот эту хрень. Это существо сможет атаковать в мой следующий ход. Потому что без разницы, кого я буду хилять на столе. Сильвану убивать-то и не обязательно. Давай передадим ему существо. Не знаю, правильно ли я сделал. Видимо, сначала все-таки стоило... Не знаю, зачем мне бахать Сильвану, но окей. Перомантик. Теперь замешиваем копии клириков, которых я зачем-то передал. Блин, я гений. Заново. Так. Да не, на самом деле не так сложно. Давайте Сильвану тогда бафаем, чтобы добрать пироманта. Теперь замешиваем вот эту дичь. Ого, хорошо. Теперь что у нас делать надо? Нам надо добрать три карты. Добрать мы карты можем только с помощью клирика, никак иначе. Для этого надо сначала немножко долбануться. В кого бы выстрелить? Давайте выстрелим в Сильвану. Не знаю, зачем. Чтобы, наверное, от хил сделать какой-нибудь. Папа-па-па. Интересная тема, конечно. Можно взять одну карту. Одной нам будет недостаточно. Можно поставить Элкинайку и добрать побольше карт. Ну, я ее потом фиг убью же, да? Можно отхилиться сейчас. Вообще не отхилиться это, но вы поняли. Давайте передадим ему карту и посмотрим, сколько мы сможем добрать карт таким образом. Мы можем добрать таким образом сейчас еще три карты, да? А, не можем. Мы же отдали Элкинайку. Ой, точнее, не Элкинайку, а девочку. Да, Господи Иисусе! Что-то жесткое. Что-то очень жесткое. Да, действительно, никто не застрахован. Давайте тогда начнем заново таким же Макаром, как и начинали, в принципе. Этого пацана давайте. Пацана вот этого хочу. Давай в Сильвану долбись, я не знаю. Так-с. Ну, допустим, сделаем вот так. Хочу хила. На, получай первым делом, пацан. Окей. Теперь я могу немножко отхилиться с помощью гриба, добрать себе три карты. Один будет оверхила. Кстати говоря, два оверхила. Я выживу вообще? Вроде да. Так. Так. Меня будет два. Два овер брать карты, сказать. Значит, один карта. Блин, я просто божественно разговариваю, конечно, когда думаю. Это просто жесть. Два. Все вроде, да? Больше мне не надо добора. Да. Значит, следующее. Что мы делаем теперь? Теперь мы восстанавливаем ману полностью. Это будет один урона. Дальше что мы делаем? Ставим девочек. Как можно больше желательно. Так. Одну из девочек передаем ему. Нет, 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 стоп. Зачем? Зачем нам передавать ему еще одну девочку? Надо, видимо, сейчас уже сделать обмен. Нет. Надо все-таки не делать обмен вначале. Надо передавать девочку. А обмен сделать потом. Допустим так. Не знаю, зачем я это сделал. По-моему, я только что сделал что-то очень глупое. Да, по ходу дела я сделал все именно так. Меняетесь существами с противником. И я сейчас тоже получаю кучу карт. Да, да, да. Нет. Это не был вариант. Ну и что-то вроде того. Почти, почти мы с вами решили. Надо просто понять, как именно это сделать. Надо что ли Сильвану убивать или как вообще? Аукинайка, нужна ли ты здесь вообще? Может, ее и стоит передать противнику? Черт тебя знает, Аукинайка. Давайте девочку забафаем на первое время. Так, сюда поставим. Блин, Аукинайку не хочется ставить. Вообще не хочется. Ну ладно, на, забирай свою Аукинайку. Нафиг она мне не нужна. Дальше что у нас идет? Дальше у нас надо как-то восстановить ману. Не, 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 не вариант. По-моему, я опять что-то нафейлил. Походу, пьесы. Да, походу, я нафейлил. Ааааа, как сложно думать-то тут. Как скажешь, чувак, как скажешь. Сюда. Потом я хочу несколько копий Аукинаек. Ставим вот тебя. Ой, не Аукинаек, а это мы уже поняли. Теперь надо как-то нанести урон и в итоге еще и отхилиться. Надо думать. Может быть, Сильвану ему дать. Или может ему вообще передать вот этого чувака? Нет, 3-2, он умрет в любом случае. Можно попробовать убить Сильвану вообще. Такая тема есть. Отхилимся немножко. Этот у нас жахает сейчас весь стол. Отлично. На самом деле ничего отличного. Можно передать сейчас существо ему. Последний шанс, так сказать, клирика передать. Но нет. Мы потом его передадим, когда у нас будет весь стол уже. А сейчас, наверное, стоит как-то отхилиться. То есть взять карп. Давай, тащи. Мы возьмем... Сколько у нас будет? Два урона вроде, да? Ну не два урона, в смысле, вы поняли. Так, так, так. Хорошо, хорошо. Все, у нас нет маны, поэтому мы сейчас восстанавливаем ману. Полностью восстанавливаем ману. Дальше мы должны передать ему... Нет, не сейчас. Это в конце надо будет сделать. Три, четыре, пять, шесть. И два я еще могу потратить. То есть надо отхилить вот эту вот дичь. Как ни крути. А, больно. Но ты тоже получай. Да, все плохо. У меня не хватает заклинаний. Вот в чем проблема-то. Проблема в том, что у меня не хватает заклинаний. Обмен. Туда-сюда. Так. Так. Можно передать ему какое-нибудь существо. Но это, блин, существо будет мне. Передано в итоге-то. Поэтому лучше сейчас передать ему какое-нибудь такое существо, которое... Ну, не знаю. Тут без разницы. У которого много здоровья, но при этом оно не клирик. Давайте сделаем вот так вот как-то. Давайте поставим еще клирика. Сделаем как-нибудь так. Но, блин, я тоже возьму дохрена карту. Нет, я не хочу. Зараза, блин. Ну, почти же, а? Черт. Может быть, ты и нужна, блин, а? А у кинайская жрица. Так, окей. Дубль не знаю уже какой. Но окей. Вот так ставим. Да, блин, я сначала замешал, а потом взял карту. Это, конечно, фейл был. Давайте еще раз. Помни, наука строит наше... Как знаешь. Сначала берем и только потом замешиваем клирика. Так. Может, сейчас нужно сразу ему передать какое-то существо типа клирика? Ой, не клирика, а типа какого-нибудь существа. Типа Сильваны той же. Спорный, спорный вопрос. Давайте попробуем. Хауэй. Может быть, сейчас тупо убить просто моего пироманта? И нормально будет. Но я не думаю. Ту-ту-ту-ру-ту. Так. Сложная ситуация, конечно. Надо было добрать как-то карту. Я зачем-то передал карту, и теперь я не знаю, как отхилиться, чтобы взять еще несколько клириков. Можно, конечно, забить болт на Олкинайку и сделать сейчас... Ой, не то. Вот это. Нет, ну тогда у меня пироманта умрет. Зараза, а! Заново. Окей. А, как же больно. Да, да. Давай вот сюда. Не надо было передавать ему существо. Сюда. Вот теперь тебя сюда замешиваем. Такс. Можно Олкинайку вылечить, кстати. Не-не-не хочу. Ну вообще зря ее поставить. Она какая-то как мертвая карта, которую не надо использовать, как по мне. Да нет, на самом деле это все решается. Просто, блин, слишком много вариаций, чтобы как-то заюзать это. Давай, теперь замешиваем, ставим пироманта и думаем, что делать. Надо какое-то заклинание использовать. Это 100%. Какое же заклинание тогда мы используем? Чтобы при этом у нас осталось... Сколько маны? Три маны плюс один. Четыре маны, то есть нам надо использовать заклинание за один. Ну, без разницы, в кого тогда. Допустим, в тебя. Ставим грибочка. Он хиляет все и вся, что у нас есть. Кар-кар. Теперь надо как-то отмудохать парочку существ. Двумя заклинаниями. Как это сделать? Ну, а можно одно заклинание всего использовать, нанести пироманту урон. Не, не, так не надо. Так не надо. Может, Сильвану долбануть? В принципе, без разницы. Так, давайте восстанавливаем здоровье. Ой, ману полностью наносим всем урон. Килим девочку. Нет, не бери карту. Карты брать плохо, чувак. Очень плохо. Так. Сильвану передаем. Нет. Передавать надо будет в самом конце. Передавать надо будет потом. А если надо будет передавать потом, то какое же сейчас заклинание-то использовать? А никакое, по-другому никак. А, жесть-то какая. Может, вообще пироманта, блин, передать ему? Себе, точнее. Надо кого-то из этих двух, блин, передать. А Сильвану давайте передадим. Пусть и развлекается там. Парочка умрет сейчас. Вот так вот-то. Обмен. Блин, ну, нас отхиляет вот этот Майк Клирик, конечно, он меня просто убивает. И все. На этом, как бы, история Великого Артоса, Партоса и так далее заканчивается. Блин, это просто жесть. Я, конечно, понимал, что лаборатория будет жесткой, но не настолько же. Это просто что-то чрезвычайно жесткое. И вот мы уже проигрываем. Тут без разницы, сколько, блин, урона получит наш противник. Если мы, по сути, уже мертвые. Нужно, чтобы мы выжили, а противник умер. Вот в чем прикол-то. Сколько вам, интересно, получит урона? Достаточно ли вообще вот такого стола, чтобы убить его вообще? Сейчас узнаем. Ждем. Не знаю, как убить, честно говоря, вот Сильвану, не используя укинайскую жрицу. Ну-ну. Жесть какая происходит. Мне просто интересно вот посмотреть, сколько ему все-таки урона-то нанесется. По-моему, достаточно. Его, по-моему, убивает, да? Да, его убивает, но и нас убило в итоге. Ну, туда сброс головоломки произошел. Но идея понятна. То есть, понятно. Нам нужно просто избавиться от клирика. Если мы избавляемся от клирика, то мы, собственно, выигрываем. Теперь нужно придумать. То есть, нам ему хватило урона. Так, думаем. Надо подумать. Самое главное это подумать, как же избавиться от клирика. Нужно убить Сильвану. Как это сделать, я пока не знаю, но сейчас я попытаюсь это решить. Так, дубль я не знаю, какую же по счету я вообще спутался. Бафаем клирика. То есть, получаем нашего пироманта. Что? Что я только что использовал? Зачем я это сделал? Заново, пожалуйста. Я не ту карту... Не на ту карту нашел. Можно назад? Нельзя? Можно я переиграю? Что, простите, происходит? Я не могу понять. Как себя убить? Можно я убью себя? Пожалуйста. Я не могу переиграть. Вы видите, я нажимаю кнопку переиграть, а ничего не происходит. Я даже убить себя не могу. Серьезная игра. Что за дичь? Почему ты не перезапускаешься? Сейчас перезапущу игру. Видимо, нужно полностью перезапустить игру. Погнали. Первым делом нам что надо сделать, это добрать карту. То есть, мы бафаем нашего клирика. Добираем пироманта. Ставим его. Сразу же замешиваем клирика себе в колоду. Теперь нужно как-то нанести всем урон. Можно сделать это через заклинание за одну ману, но нам оно пригодится, в принципе, в будущем. Поэтому я не хочу так делать. Может быть, мне передать противнику какое-нибудь существо? Но какое существо мне передать противнику? Вот в чем вопрос-то. Клирика. Тогда я не доберу сам карты. А мне нужно добирать карты. Может быть, мне надо передать ему Сильвану? Мы уже вроде пытались. Пацана передать? Ну, давайте попробуем пацана передать. В принципе, какая разница-то уже. И попытаемся сейчас отхилиться через грибочек. Ааа, у меня маны нету. Окей, ладно. Давайте попытаемся убить нашу Сильвану каким-нибудь изощренным способом. Так, теперь я постоянно восстановлю ману. Ааа, черт, сараза. Блин, я забыл совсем про то, что у меня этот чувак стоит. Надо было грибочек. То есть, мне нужно обязательно две маны только осталось, чтобы. Окей. Так, сюда. Теперь ты у нас идешь через штуку. Ты замешиваешься. Еще три маны на грибочек. И мы можем использовать сейчас только две маны. Короче, способом. Две маны на способ для того, чтобы как-то... Ну, да, вы поняли. Я просто божественно говорю. Это, конечно, дичь полная. Как же тут поступить? Мне нужно добрать минимум три карты. Я могу добрать одну карту. Ааа. Можно, конечно, сейчас поставить аукинайскую жрицу и гриба. Но гриб тогда нас сам убьет. Вот это будет жестко, конечно. Он же два... А, он два хилит. Можно отхилить себя и гриб поставить. И тогда он нанесет всем по два. Это будет жестко. А, нет, я не смогу. Да, я же аукинайка, у меня четыре маны стоят. Точно. Чуть-то туплю. Тут надо какое-то заклинание юзать. А вот какое... При этом надо, чтобы три маны осталось. Вот в чем загвоздка. Ну, видимо, никак, кроме как вот так вот не сделаешь. То есть не на любое существо. Теперь добираем карты. Давай сюда мне моих клириков. А я буду думать, что дальше мне делать. Давай, одного поставим. А почему мне не дают еще одного клирика поставить? У меня шесть существ на столе. А, маны нету, точно. Делаем так. Отхил клирика вражеского обязательно. Ауч! Мне сейчас на два же в пиндюре. Больно. Хорошо. А, кстати, а может и не стоило? Зачем я вообще вот это сделал сейчас? Зачем я отхилил клирика, которого мне нужно убить? Тема, кстати. Интересно. А давайте попробуем убить этого клирика. Пофиг на него, пусть мрет. Нам-то без разницы. То есть сделаем все то же самое. По тому же самому нашему плану. Тебя бафаем. Так, теперь ставим пираманта. Замешиваем клирика в колоду. Так. Теперь отхиливаем, не знаю, без разницы что. Героя главное хиляем. Ставим грибочек. Хиляем опять же все, что есть. Экс. Надо теперь что-то убить. Да что тебе не хватает мана? Хватит уже прибедняться. Сейчас бы лучницу как-нибудь поставить. Чувак, хватит уже. Спасибо. Надо убить что-то, надо убить. Может грибочка убить? Клириков. Хватит ли мне тогда клириков, чтобы поставить? То есть вот эти вот два существа умирают. В итоге остается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Нет, три и четыре остается. Мне надо как можно больше клириков. Сейчас я могу поставить два, потом еще смогу поставить одного. Ну точнее вот так вот сделаем первым делом. Теперь одного из клириков я могу ему передать, но это не надо делать. Зараза. Вот это надо сделать, допустим, грибочкой я передам, да? Вот эти парочка умирает. Вот эта парочка. Вот эти парочка. Я просто божественно говорю, конечно. Да, и у меня опять фейл что ли получается. Кто-то ранен, да-да-да. Ставим пару клириков. Кто-то ранен, все дела. Дальше что можно сделать? Ставить вот эту жрицу. Дальше можно поменять существ. Как-то так. Ну и попытаться отхилиться и посмотреть, что вообще произойдет. Нет, мне кажется не хватило урона у нас. Для него. Давайте хотя бы посмотрим, сколько не хватило. То есть 4 это умножаем, но не важно. Давайте просто смотреть. Смотреть, что произойдет. Ждем, ждем. 4 клирика у него тем временем. В прошлый раз 4 клирика его убили. В этот раз почему-то нет. Потому что, видимо, минус 1 цель была. Надо бы как-то еще у Кенайки было нанести урон. Да-да-да-да. Да-да-да. Давай-давай. Получай. 24. Ага. Вот настолько мало. То есть 24, 25, 26, 27 и 28. Это не 135. Даже если ему еще бы нанеслось столько же, нам бы все равно не хватило. Вот это, конечно, неприятно, но окей. Жесткие какие-то квесты идут. Очень жесткие. Выбранное существо противника. И это не клирик. Вот что интересно-то. Сильвана убить мы не можем вообще никак. Я не знаю, по крайней мере, как это сделать. Но первым делом идет как бы 100% это вот бафать клирика. 100% ставить пироманта. 100% замешивать вот эту дичь. Это прям как ни крути. Дальше идет 100% хил. 100% грибочек. А вот дальше уже думать придется. Можно, конечно, вероломство ставить на конец. Типа дать ему еще одного клирика. Чтобы чем больше, тем лучше, так сказать. Но я не могу никак активировать пироманта, кроме как вероломство на данный момент. Чтобы всех клириков ранить. Потому что они у меня на стол не вмещаются. Вот в чем проблема-то. Могу формулой один раз бахнуть всех. Этого недостаточно. Могу лучницу сейчас сделать на кого-нибудь. Но по сути это без разницы, если я восстанавливаю ману. Давайте восстановим ману. Дальше подумаем, что делать. Теперь думаем. Что можно передать. Можно пироманта передать. Тогда он не бахнет. О, кстати, неплохой план. Пироманта передаем, он не бахает. Вот так вот получается. Сейчас можно наспамить еще кучу этих чуваков. То есть клириков. Вот так вот сделать. Теперь поменять вот так вот тему. Убить нашего клирика. Наш клирик нам не нужен. И попытаться сейчас его отхилить. И посмотрим, что получится. Давай, тащи пиромант. Сейчас просто какая-то оверхилл пойдет. Мега оверхилл жесткий на противника. А у нас еще 4 маны есть. Мы еще можем отхилить кого-нибудь из его существ. После того, как пиромант даст по ним атаку. Он же после всего этого еще и всех жахнет. Поэтому мы сможем еще дать ему 4 карты. В принципе, должно быть нормально. Сейчас увидим. Тем не менее. Давай, тащи! Я надеюсь, что у меня получилось. Потому что это какой-то овермайнд ход был. 10 тысяч IQ, я не знаю. Чувствую, я буду не один день проходить вот эти вот секретные лаборатории. Давай, давай, получай. Это все для тебя. Для тебя одного. Я старался. Давай. Еще хотя бы один урона. Молодец. Найс, все, выиграли, кажется, пацаны. Неужели даже хилл не понадобится? Или вот сейчас будет, хватит ему. Нет, вот сейчас ему хватит. И сейчас, смотрите, мы еще его отхиливаем. Чувак, мне для тебя ничего не жалко. Лечись, пацан, лечись! На тебе, минус 29. Понравилось? Еще, я тебе знаешь, какой оверхилл сейчас сделаю? Еще на через 30, еще на 31, еще 32. Вот такой вот тебе оверхилл, минус 93. Как тебе такое, а? Засранец. Будет еще 999 хп. О, это будет жестко, это интересно, это будет жестко. В смысле, тут почти одно и то же мне дают, нет? В смысле? То же самое нужно сделать только с 999 хп? Серьезно? Ват? Игра, можно не издеваться надо мной, пожалуйста. Что я сделал такого не так тебе? Нет? Фак! 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 Серьезно? Это четвертое? Четвертое! Это то же самое! Это то же самое, только надо нести больше урона! Фак мой мозг! Фак! Я не знаю, как это сделать, это жесть, но давайте попробуем. Ладно, хорошо. О! Тут немножко карты поменялись. Одна карта другая. Выберите существо. Вы кладете две его копии наверх колоды. Нормальная тема, кстати. Тут парочка карт все-таки заменилась. Вот именно вот это вот. Вот это вот заменилось. Ну, естественно, мы тебя копируем. Какую же еще нам карту-то копировать? Дальше мы тебя бафнем. Пиромант есть? Блин, я забыл посмотреть перед этим, есть ли пиромант. А у меня еще и пироманта нет, серьезно? А нет, есть, фух. Я уж думал, что вообще это невозможно пройти. Да нет, все нормально вроде бы. Пока что, по крайней мере. Так, тебя ставим. Сюда две копии, пожалуйста. Только две, кстати, теперь. Теперь нужно обязательно как-то дать ему четвертого клирика, потому что без четвертого клирика это не пройти. Это невозможно пройти. Выбранное существо противнику. Могу прямо сейчас ему клирика дать, пусть развлекается. Но нет, это не то. Интересно, конечно. Серьезно, интересно. Грибком надо будет отхилиться, поэтому сейчас надо, видимо, использовать вот эту тему все-таки. Опять же, без разницы на кого. Меня не убьет вообще это? Меня, по-моему, это убьет, нет? Нет, вроде не убьет. Вроде не убьет, окей. Мне нужно 100% убивать Сильвану. Как это сделать? Черт пойми знает. Через Аукинайку, видимо, как-то. Как можно убить Сильвану? Сильвану можно убить обычным антхилом. Можно убить через вот эту девочку. Давай вот так. Теперь я хочу восстановить себе всю ману. Девочка у нас отлетает. Ага. А нет, она умирает, блин. Она умирает. Хотя нет. Если я сделаю вот так. Теперь отхил на Сильвану. Теперь мы меняем... Даем пироманта сюда. Ставим девочку. А-а-а! У меня мана закончилась. Немножко не просчитал все. Обмен. Да-да-да. Немножко не просчитал. Сейчас я себя отхилю, блин. Да, это не то. Ну, давайте перезапуск. Можно я не буду это смотреть? Пожалуйста. Да фак. Да я умер. Все, я умер. Да блин. Ну, серьезно. Я буду сейчас смотреть на то, как он получает дофига урона. Это жесть. Я все равно в итоге проиграл. Как это пройти? Надо убить Сильвану. Надо ее поли-бэ как-то убить. А как это сделать, черт его знает. Короче, суперплан, смотрите. Ой, я нажал еще с того момента и только сейчас сработал, окей. Короче, смотрите, суперплан. Ставим Сильвану. Вы, точнее, эту Оукинайку. И сразу же убиваем себя. Суперплан, как вам? Идеально, я считаю. Что, подождите? А, ну понятно. Мне показалось, что у меня снова восстановилось здоровье. Да, единицы нет. Я проиграл просто. Такс. Если я сделаю тогда вот так. И это особо ничего нам не дало, да? Заново, окей. Так. Да, конечно, не критично, чувак. Вообще не критично. Только мой мозг факит. Ладно, дубль три. Вот это делаем 100%. Это прям 100%. Дальше ставим Пироманта. Дальше ставим вот этого чувака. Запихиваем себе копию кол... В копию кол... Копии клирика в колоду. Во. Дальше что мы делаем? Дальше нам нужно использовать какой-либо из заклинаний. Какое я могу использовать заклинание? Могу использовать вот это вот заклинание. Передать выбранное существо противнику. У меня тогда не хватит на хил. Вот в чем проблемка. Хотя мне надо добрать всего две карты. Если мне надо добрать всего две карты, то я могу сделать это и... И через вот эту карту. То есть я могу сейчас все отхилить. Это я доберу первую карту. Дальше я могу ударить вот эту бабу. Так. Восстановлю сейчас себе всю ману. А, черт, клирик умер. Фак. Окей. Не могу так добрать вторую карту. Окей. Но этого будет недостаточно. К тому же пиромант умер. Все умерло. Заново. Окей. Но мне кажется, я вот в прошлый раз как сделал, здесь надо примерно так же сделать. Только чуть-чуть что-то поменять. Буквально. Писечку изменить. Может здесь сначала нужно пиромантить, а потом уже ставить вот этого 1-2, потому что он иначе умирает, а он нам нужен для добора противника. Здесь нужно максимальное количество существ, чтобы противник добирал. Давайте попробуем его поставить чуть позже. Когда будем дровать карты, а не когда будем наносить им урон. Да нет, нормально в принципе. Давай сюда. Ставим пироманта сразу. Можно сразу передать, кстати, противнику Сильвану, и тогда мне хватит на грибок и на все вообще. Тема, кстати. Давайте так и сделаем. Теперь я могу сделать грибок. Отхилю пару карт. К тому же он возьмет пару лишних карт. Ай, я не замешал же! Блин, точно! Вот я протупил жестко. Еще и сдох. Просто гений, конечно. Это, конечно, надо было додуматься. Я забыл, что я не замешал их себе. Давай заново. Вот так вот делаем. Дальше идет пиромант у нас. Теперь думаем. Давайте передадим Сильвану первым делом. Теперь надо замешать. Прежде чем хилиться, надо 100% замешивать. Вот так. Теперь еще Сильвану. Можно взять одну карту, кстати. Да, давайте, почему бы нет. Заодно клирик выживет. Да, но половина стала сдохлой. И в итоге мы остались, как обычно, ни с чем. Да, я могу сейчас добрать, конечно, клириков, но я не могу нанести им урон. Поэтому мы проигрываем. Вот в чем минус-то. Дубль какой-то там, не знаю какой. Давай сюда пошел. Хм, стоп, секунду. Я могу как-то нанести урон и отхилиться сразу. Чтобы добрать пироманта, не используя щит вот этот вот. Интересная идейка, кстати. Очень интересная. Давайте-ка попробуем через лучницу. Да-да-да-да-да. Ща попробуем. Да, давайте. Клирик, без разницы кого. То есть добираем вот так вот пироманта. Хорошо. Теперь мы можем что сделать правильно? Добрать карты. Я всегда в курсе событий. Каким образом? Правильно. Вот таким образом. А что если я бафну пироманта? Он же тогда много урона будет наносить всякими заклинаниями. Да, и убьет мне пол стола. Нет, это не вариант. Так, хорошо. Надо думать тогда. Ну давайте своего клирика бафнем. Пусть будет. Можно сейчас по сути добрать вторую карту. Допустим, отхилить вот этого чувака. Как-то вот так получается, видимо. Да, не получается в итоге. Нет, нет, не это. Вот это. Все дела. Да, не-не-не, не то. Не то. Однозначно не то. Не то и все не так. Слишком жестко. Слишком жестко. Так, давайте по-быстрому. По-быстрому сейчас подумаем. Добрать карты. Как же добрать можно? Ну опять же, как я думал, вот так вот через нашу женщину, через обилку получаем пироманта. Давайте самого пироманта бафнем, я не знаю. Хотя мне нужно, чтобы он умер. Да. Мы еще и урон получили. Конечно. Сюда. Отхил. Пиромант. Так, копии. Надо копии 100%. Только надо вовремя это сделать, не сейчас. Сейчас мы должны бафнуть первым делом. А нет, я тогда возьму карту же. Нет, это не вариант. Надо замешать сначала. Окей. Теперь надо забафать. Может вот так как-нибудь сделать? Нет. Теперь я могу еще отхилить, кстати, чего-нибудь. Допустим, вот этого клирика могу отхилить. Тогда пиромант еще жахнет. Либо могу пироманта отхилить, и он жахнет еще. Вот здесь надо клирика ставить, видимо. Как ни крути. У меня есть еще один клирик в колоде. Все жахнут пироманта. Такая себе тема, конечно, получается, потому что оба клирика в итоге помирают. Надо сейчас использовать. И использовать в нужное русло. Пусть это будет, я не знаю, там. Надо 100% отхил делать. Причем без разницы, кого давайте клирика. Нам все равно нанесется урон за овер отхила. Как-то так. Пиромант сейчас жахает. Пол стола убивает. Окей. Ага. Ставим клирика. Меняемся с противником. Существами. Отдаем ему еще одного клирика. Ну и на, наслаждайся, что я могу сказать-то. Но, блин, этого не хватит. Этого далеко не хватит. Это будет мало урона. Это очень мало урона. Это слишком жестко. Я просто хотел пройти по быстренькому лабораторию. Во что это превратилось? В какую-то непроглядную жесть. Здесь надо именно все идеально расставить, чтобы прям тайминг в тайминг. Чуваку с 1-2 нанеслось 1 урона. С каждому клирику нанеслось 2 урона. Чтобы Сильвани там убила ее. И при этом еще она клирика забрала. Хотя это абсолютно не обязательно. В итоге я ему не так уж и много-то нанес урона, по сути. 200 с небольшим. То есть это надо еще много наносить. Очень много. Как это сделать, я черт знает. Серьезно. Всем вашим. То есть он только моих килит. То есть с помощью него надо именно добирать карты. А не с помощью вот этого вот моего. То, что я там устраиваю. Ладно, надо прерваться сейчас с записью. И попытаться еще подумать. Попытаться. Попытаться страдать. Но здесь как-то реально можно добрать. Добрать карты точно можно, не используя грибок. Это не точно. Если чтобы выжила вот эта вот дамочка с 1-2, нужно использовать перемат один раз всего. Один. Один раз. Причем отсюда почему-то всегда девочка вылазит. И пиромант никогда не вылазит. А, она кладет же наверх. А, наверх. Вот. То есть это 100% клирик вылазит. То есть я могу добрать с помощью вот этого вот счета 100% клирика первым. А если у меня будет 2 клирика, 2. То я смогу тогда за одну ману, как я понимаю. Взять сразу 2 карты. И пироманта. И клирика. Еще. Еще мне это дало. Не знаю. Черт его знает. Что-то жесткое. Что-то нереально жесткое. Мне кажется, я близок. И мне кажется, я близок. И что же здесь делать? Может быть, сразу поменяться? Или все-таки поставить, допустим, Укинайку? Нет? Нет, мне кажется, Укинайку... Давайте поменяемся. Поставим пироманта. Сейчас жахнем все. Так примерно получается. Сколько я получу урона? 3 урона. Нормально, в принципе. Жить можно. По-моему, я опять что-то не так сделал. Серьезно. Как мне теперь ему еще одного клирика отдать? А, я могу сделать вот так. Серьезно, я могу сделать так. Отдать ему клирика вот таким образом. Тогда эта штука умрет. Могу ли я как-то спасти эту штуку? Если я ее сейчас отхилюсь, то она выживет. Отхилю. Но мне кажется, она не стоит того. Давайте сразу ему клирика передадим лучше. Прощай, штука. Теперь надо отхиливаться. Будем считать, что я могу сказать. Я могу еще ему отхилить чуть-чуть, потому что сейчас пироманты, и я смогу ему побольше отхилять. Но мне кажется, что я опять где-то напейлил. Может быть, стоило лечить ту штуку, хик его знает. После этого, если сейчас не получится, попробуем сделать чуть-чуть по-другому. То есть, примерно так же, но по-другому. Вряд ли, конечно, получится. Все-таки пять существ на столе, и три клирика у противника. Этого очень мало. Нужно хотя бы, чтобы четыре клирика было. Видимо, я где-то нафейлил. Потому что у меня один клирик в руке остался бесполезный. Нужно, чтобы он был у противника. Стоило, наверное, его как-то поставить. До этого еще. Но я протупил там, видимо. Задолбал, серьезно. Мало-мало, этого вообще недостаточно. Это вообще не серьезно. То есть, даже если сейчас отхилен, возьмет он еще три раза карты. Ну, и что там? 27, 28, 29 урона. Ему даже половину хп не снесло. Вот если бы был еще один клирик, тогда, может быть, хватило бы. Но это не факт. Окей, ладно, попробуем по-другому. Попробуем примерно так же, только чуть-чуть повнимательнее быть. И все-таки воспользоваться тем, чтобы четвертого клирика ему как-то отдать. Ну, еще, естественно, чтобы выжил вот этот вот 1-2. Хотя это маловероятно. Вряд ли он выживет. Давайте думать. Значит, так делаем все, как мы делали в прошлый раз. Но, господи, как вообще можно было додуматься, что серьезно вот эльфийскую учницу нужно бафать, чтобы она была существом? Почему не вот этого чувака? Хотя его, наверное, тоже можно бафнуть. Не, нужно у этого 2 здоровья, у эльфийской учницы всего 1. Ладно, погнали. Что я там делал в прошлый раз, я уже забыл. Да, я делал вот так. Пожалуйста, спасибо. Теперь вот так. Теперь эльфийскую учницу бафаем. Ставим второго клирика. Так, а что я дальше делал-то, я уже забыл. Обилку, что ли? Или вот эту дичь я делал? А-а-а-а. Жесть какая, я уже забыл. Я не помню. Давайте вот так сделаем, наверное. погнали сюда вот теперь три клирика меняемся существами дальше что делаем дальше раз-два я считаю просто считаем она может как то вот так сделать нет я опять что-то нафейлил надо же делать так чтобы он один раз только жахнул а так он шахает два раза из-за моего вот этого вот хотя в принципе по сути без разницы нет не без разницы у меня два заклинания надо было одно заклинание сначала использовать блин тупость не порог говорят да блин ошибаются заново придется окей можно и обилка отхилей тоже вариант давайте попробуем так 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 отхил пожалуйста вот такой вот так хорошо можно сейчас кстати 2 поставить сразу полностью восстанавливает ману нужно ли нам на это не там нужно обменяться теперь хотя бы еще одного клика поставил где опять нафейлил да блин господи сколько можно фейлить серьезно я просто божественно играю конечно же вот так я опять нафейлил да блин у меня уже мозг плавится серьезно я вообще не помню как уже я делал жесть вообще жесть чувствую это будет крайне долгое видео серьезно чуваки я уже не могу сидеть я уже лежу окей ладно попробуем еще раз первым делом стреляем в эту хрень закапываем себе пару хрени теперь мы бафаем лучницу чтобы взять сто процентов клирика так как у нас он наверху колода стоит окей дальше что что клирик клирик так ставим второго клирика чтобы точно взять две карты теперь через обилку хилим берем две карты отлично противник также берет две карты ладно шучу одну он берет ставим второго клирика и вот у нас три клирика теперь можно передавать собственно ему но две маны его их жалко неужели нужно просто их оставить так пиромант нам понадобится связующее исцеление тоже скорее всего чтобы еще больше отхилить давайте меняемся тогда с противником наверное чё теперь вот сейчас можно пироманта бахнуть тогда мы нанесем один урона но у нас тогда будет еще целых три заклинания три заклинания три урона это хреново не давайте сначала все-таки захи и это используем ману аукинайку ладно обойдемся без аукинайки хотя конечно можно было бы ее поставить три четыре семь восемь девять десять нет и тут 13 маны аукинайка не нужно что дальше что если мы поставим сейчас пироманта отдадим ему еще одно существо это будет первое заклинание счет целых два заклинания хватит а ну да в принципе круг исцеления сначала всех отхилит а потом только уже этого того ну самого ну вы поняли делаем так собственно носится 7 урон давайте грибом отхилим себя и этого чувака себя не обязательно конечно кстати получит 4 карты на халяву за из-за того что я гриба использовал тоже тема вообще теперь кстати смотрите у всех существ противника по два здоровья кроме вот этого чувака и у меня есть виду есть связующее исцеление плюс у моих существ тоже достаточно дохрена здоровья и для того чтобы получить максимальный профит мы сейчас просто отхилим вот этого чувака то есть смотрите мы отхиливаем его на 1 пироман всем наносит по 1 плюс к тому же противник еще берет сколько там 4 карты до 5 2 3 в общем 4 карты хавает хавай хавай так отлично и теперь смотрите 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 отхилов 9 умножить на 4 короче ему сейчас столько отхила будет что капец это идеально я считаю вот этой лучше невозможно просто сделать пожалуйста пусть бы хватит пусть хватит серьезно если тут надо еще что-то сукинайка мудрить то я вообще с ума целью я слишком долго шел к этому чтобы вот сейчас вот этого вот ну вы поняли да ну уже сколько часов играем я уже даже не знаю блин 2 часа что ли ну что это просто жесть это нереальная какая-то жесть 20 21 23 можно отдохнуть пока главное чтобы хотя бы до 400 дошло нет стоп я хочу чтобы все прошло не хочу чтобы четырех 100 дошла пожалуйста все дождь все дойдет вообще сколько это будет получается 7 плюс 8 9 9 умножаем на 4 нет блин так просто тут не посчитать нужно 9 умножить на 4 все это умножить еще на плюс 1 добавлять каждый раз да 38 давай чуть-чуть осталось ну бей же его бей бей его убей разотри его в порошок я ненавижу его убей его 43 45 да да сосать 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 и это все прикиньте это последняя игра завершена и сохранена блин из-за того что я долго ничего не нажимал у меня вот это вот хрень я не могу смотреть как труды всей моей жизни из-за того что я долго ничего не нажимал у меня короче перезагрузилась игра серьезно надеюсь что мне хотя бы засчитали мой рекорд пожалуйста ведь вы ведь засчитали скажите что засчитали пожалуйста приключения вы же засчитали того что я выиграл там да серьезно из-за того что я долго ничего не нажимал головоломки да мне кажется засчитали потому что всего три доступны а не четыре секретная лаборатория была пройдена ну как нет разнесите бума а второе что будет скопируйте бума отразите бума убейте существ бума и переживите доктор бума то есть все те же самые окей окей это все ради рубашки это ради рубашки это ради рубашки жесть то какая ну этот босс был просто что то с чем то ладно на этом я буду заканчивать большое спасибо что посмотрели с вами был ник мы прошли с вами первое испытание я чуть не сдох серьезно мы проходили его больше часа больше двух часов наверное я еще не смотрел сколько там на записи получилось но тем не менее всем большое спасибо с вами был ник еще увидимся пока пока пока